Музыка Уместно сегодня, проводя Совет Государственной Думы, всем напомнить, что сценарий этой трагедии был глубоко продуман и разработан за океаном. В Америке в свое время был организован спецлурбами и крупнейшими специалистами бостонский проект. Он состоял из трех частей. Первая называлась «Перестройка», вторая – «Реформы», а третье – «Завершение». Перестройку организовал Горбачев-Сиакулиум, ликвидируя партию и ее влияние. Ельцин, по сути дела, своими подельниками реализовал программу «Реформа». Там было три документа. В том, что Декларация России утверждала приоритет России над Союзом. Этим ломом ломали все границы, разрушали единое государство. Перечеркивали результаты всенародного референдума о сохранении страны. И еще два – о свободе цены, свободе торговли, которые парализовали производство, уничтожили 80 тысяч предприятий. Потом еще добавили, распустили коллективное хозяйство, убили почти 50 тысяч хозяйств. Последствия вам очевидны. Мы входили в тройку самых сильных, умных, образованных. Сегодня мы по ВВП 11-й, при нынешних темпах, в ближайшие 2-3 года будем 15-й. Это будет политический кризис. Сейчас вступила операция в стадию завершения. По идее, надо было назвать ликвидацией Российской Федерации. Но они побоялись назвать, назвали завершение. А завершение предполагает снос власти, которая национально ориентирована, посадить в себя и нужных послушных людей, которые и дальше будут добивать страну, которая еще в состоянии противостоять и американской агрессии, и ядерному шантажу, и многим другим неприятным вещам. Вот как складывается картина. Инструментарий, он хорошо был опробирован еще на площади Аняньмэнь. Напомню всем, это был апрель 98-го года. Завершилась эта операция четвертая. В Китае сидел свой собственный Горбачев, который также предавал партию и страну. Но Дэн Сиапин еще двум советникам Комитета национальной безопасности схватила воле раздавить всю эту брашку, которая под американским флагом бесчинствовала на площади Аняньмэнь. Сегодня у нас повторяется похожий сценарий. Если мы не проявим воли и характер, не научимся защищать свои национальные и государственные интересы, то нас ждет во многом повторение сценария 91-го, только в еще более худшем варианте. Мы за эти 20 с лишним лет потеряли 22 миллиона только русских. Это поражение, это больше, чем Великую Отечественную войну. Сейчас пытаются объединить вот этот протест с молодежью. Молодежь в данном случае и на площади Аняньмэнь у нас выполняла роль ударной силы. Она абсолютно не понимает и не знает, что реально происходит. Она не видела, как эти кугловоды готовили операцию, в том числе и в Москве. Не все далеко смотрели на сайт посольства США и тех конгрессменов, которые готовили эту операцию. Руководитель демократического большинства Конгресса вообще официально обратился, что надо вмешиваться. Что касается финансовых потоков, они идут по электронным каналам и получили почти миллиард рублей, что доказано, а я думаю, гораздо больше. Но дело не в этом. Дело в том, что мы сами даем поводы усиления этого недовольства. Оно связано прежде всего с тем, что обещание президента в послании выйти на мировые темпы, а без этого невозможно обеспечить ни нормальные зарплаты, ни пенсии, ни стипендии, проваливает правительство Медведева с треском. Если посмотрите июль к июню, то в промышленности почти минус 1%. То есть проваливаются основные показатели. Если посмотреть, как беспощадно преследуются лучшие народные предприятия, на примере хотя бы Грудинина, то просто деу даешься, это лучшие предприятия, по-прежнему продолжается на это предприятие рейдерский наезд с самого бессовестного образа под прикрытием прокуратуры, суда и очень высокопоставленных людей, которые сидят в кремлевских и правительственных пинатах. Если подумать о ситуации в Иркутской области, которая вышла на мировые темпы, которая показала пример пятилетнего планирования и удвоила бюджет. Левченко начинал с бюджета 97 миллиардов, сейчас уже 191 миллиард. Заставил поставить на учет 300 черных банд лесорубов, которые заплатили в бюджет, платили полтора миллиарда, заплатили 10. И вот то, что вынудили их платить, это идет сегодня на подкуп и журналистов, и спецслужб, и всех, кто участвует в этой грязной операции. Дерибаско платил налогов 100 миллионов, сейчас платит в 25 раз больше. Его просто заставили платить, как положено, налоги. Поэтому мы сегодня соберемся на Совет Думы, потребуем расследования. Я настаиваю не просто на расследовании происшедшего в Москве. В Москве немало своих проблем, хотя и немало сделано. Но меня больше всего поразило, впервые на выборах в Москве идут так называемые коммунисты России. 34 человека зарегистрировали. Нет организации. Чтобы зарегистрировать, надо собрать 5-6 тысяч подписей. Это почти невозможно. Чтобы собрать эти подписи, надо иметь 80-100 подписчиков. Каждого надо зарегистрировать в нотариальной конторе. За это надо заплатить минимум за каждого тысячу рублей. То есть у тебя на счету должно быть минимум 100 тысяч. Открывайте все 34. Там ни денег нет, ничего. Вывод. Горбунов все сфальфицировал. Абсолютно. Никакого смысла. Ну и под этот шумок стали выгонять и других. С либерального фаланга наших еще двоих выгнали по суду. То есть вместо того, чтобы показать пример достойной выборной кампании, а это прежде всего программа, сильная команда, возможность высказать свою точку зрения на телевидении, полноценный диалог, оказались неспособны, ненормально организовать выборную кампанию, не обеспечить диалог, и наши 45 депутатов обратились официально Панфиловой, выгнай Горбунова, потому что он не может проводить под таким флагом выборную кампанию. То есть сами провоцируют в Москве противостояние и беспорядки. На мой взгляд, это крайне опасно. Попахивает этим и в Питере. Что касается нашего Бортко, там прекрасно ведет выборную кампанию, талантливый человек, который знает хорошо и законодательство, и творческое дело, и производство, потому что он снимал огромные фильмы. Это директор крупного предприятия. Поэтому мы будем отстаивать и защищать своих кандидатов. Мы все сделаем, чтобы не повторилась трагедия 1991 года. Мы недавно провели 700 акций по всей стране, от Сахалина до Калининграда. 700 акций провели, в которых участвовали сотни тысяч человек. В Москве там и называется 4 тысячи, хотя по счетчику там было в три раза больше. А фактически это была полноценная акция, где участвовали 53 организации. 8 профсоюзов, женский, студенческий, ветеранский. Но мы твердо сказали, мы будем действовать в рамках закона. Мы настаиваем на то, чтобы выборная кампания была полноценной. Мы подготовили 9 поправок закон о выборах. Кстати, этот состав Думы, Единая Россия, изуродовала закон о выборах. 119 поправок внесли, которые не способствуют ни диалогу, ни честному подсчету. Мы подготовили бюджет развития в 25 триллионов, 12 под него законов. Наши законы о развитии устойчивого сельскохозяйства уже поддержали. И Гордеев 2,3 триллиона выделили. Мы сейчас все сделаем, чтобы это было эффективно. Вот сейчас Левченко здесь. Мы с ним отработали программу оказания реальной помощи Иркутской области. И все сделаем, чтобы эта программа была реализована. Но к вам официально обращаюсь. Перед вами человек, который проехал все горячие точки. Был и видел своими глазами все кровавые конфликты. Пять войн только прополыхало на Кавказе. Начиная от Нагорного Карабаха, Южной Осетии, Абхазии, Прижинный район Осетии и Чечне, где ухлопали более 100 тысяч человек. Я привозил материалы из Прибалтики. Кто там занимает, кто платит, что они делают, собственно говоря. Если бы мы с вами проявили волю и характера в 91-м, то мы бы сейчас не были у разбитого себя корыта. И никаких бы стадий завершения не было. А к президенту еще раз обращаюсь. Его отгородили, не знаю кто, от нормального общения с лидерами фракции Государственной Думы. Он обязан встречаться, тем более в сложные минуты, и вырабатывать совместную политическую линию. Потому что его правительство проваливает с треском послания президента. Если мы и дальше будем топтаться с этими темпами, ни один национальный проект не будет выполнен. А это значит будет углубление политического кризиса. А доброход из океанских и их поводыри с звездно-полосатым флагом не спят. У них много источников информации, большие деньги и масса недовольных людей, которые недовольны по вполне понятным причинам. Нам надо менять курс, усиливать состав правительства, обеспечить диалог и максимально честно и добросовестно провести предстоящий выбор. Мы к этому готовы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова